Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Главные герои главного праздника курорта. В День города лучших работников разных отраслей удостоили медалей и высоких наград. Музыка с доставкой прямо в душу. На курорте стартовал фестиваль колокольного звона «Благовесту моря». Гонка на вылет. Более сотни велосипедистов проехали по анапским дорогам, но до победы добрались только трое. Остановить социально безответственную застройку города. Требование исполняющего обязанности глава «Анапы» Юрия Полякова прозвучало по итогам часа контроля, который провел губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев затронул тему проблемного строительства без учета коммуникаций и соцобъектов применительно к Краснодару. Юрий Поляков высказал такую же позицию по отношению к «Анапе». Курорт устал от пустых квадратных метров, считает он. Помнить об обязательствах по обеспечению людей социальной инфраструктурой рекомендовал мэру Краснодара, а вслед за ним глава всех муниципалитетов Вениамин Кондратьев. Губернатор подчеркнул, о коммуникациях и соцобъектах надо думать до того, как в новые дома заедут люди. Юрий Поляков высказал свое мнение о застройке земельных массивов в «Анапе», которые сегодня делятся на участки и точечно распродаются. Подписывать такие разрешения на строительство значит умножать проблемы муниципалитета. Те, кто возьмет, построит вот эти дома на этих участках, он завтра придет сюда в муниципалитет и скажет, давайте воду проводить. То есть, если это собственник, может быть по законодательству нельзя, но надо думать. Есть, пожалуйста, совет депутатов, есть федеральные законы, давайте думать, давайте говорить об этом. Губернатор ставит эти задачи. И вот по каждому разрешению, вы слышали, начинаем строить вначале школу, садик, потом все остальное. Тех условиях в жестком режиме. Все должно быть выполнено. Хватит уже. Здесь уже город вот так вести поется весь. Постоянно то света, то воды нет. Прошу вас, уделите этому пристальное внимание. Заместитель главы Анапы Светлана Яровая представит Юрию Полякову перечень муниципальных земель, предназначенных для социального строительства. Вопрос о хаотичной застройке города Юрию Полякову задавали и пользователи социальных сетей. В сегодняшнем комментарии исполняющий обязанности главы Анапы категорично высказался на этот счет. День города отметил Анапа на минувших выходных. Не помешали даже капризы погоды. Ливень разразился в обед и, к счастью, был кратковременным. Утром и вечером жители и гостей курорта ждали яркие события праздничной программы. Это и широкая кубанская ярмарка на Горьково, фестиваль благовест и вечерний концерт на театральной площади, молодежный квартал в сквере Гудовича. В центре торжеств побывал исполняющий обязанности глава Анапы Юрий Поляков. Здорово, доброе утро, с праздником вам. С праздником всех. Поздравляю. Так, что ты продаешь? Бакет? Я? Все хлеб в дробиной печи сегодня. Багет, шабата, торт из перчика, бепиковый морс. Юрий Поляков общается с участниками кубанской ярмарки. Она традиционно развернулась на улице Горького, манит прохожих ароматами и радует разнообразием. Со студентами Анапского колледжа сферы услуг практически спор, хватит ли сноровки для их блинной фантазии. Убежь не получится. Нет, сейчас не получится. Давайте поспорим. Давайте поспорим. Если на планы небесной канцелярии повлиять невозможно, то во всем остальном надо сделать так, чтобы празднику ничто не помешало. Значит, у меня просьба такая. Сегодня праздник, день города, чтобы дыма не было, никакого шашлыка здесь не было. В сквере Гудовича от уже традиционных фотографий и шахмат до эффектных химических реакций гигантских улиток. Молодежный квартал становится все ярче с точки зрения разнообразия досуга. Это не фокус, а занимательная наука. Стенд одного из детских центров, который работает в городе-курорте. Там также живут такие вот гигантские улитки. Мы их просто выращиваем. Дети очень любят с ними общаться. Улитки любят общаться с детьми. Они общаются прикосновениями. Поэтому, если вы увидите сплетшихся между собой улиток, это их общение. Как рассказали в городском управлении по делам молодежи, от праздника к празднику число участников молодежного квартала увеличивается. Как и гостей, любителей увлекательного времяпрепровождения на свежем воздухе. Для посетителей здесь все бесплатно. Наша молодежь очень заинтересована во всех этих мероприятиях. Им нравится, они увлечены, они всем этим знают. Спасибо. С праздником вас. Свой первый день рождения вместе с Анапой отметил Александр Аппозиди. Рожденный в день города, крепкий и здоровый малыш стал первым и долгожданным ребенком в семье. И, как заверила его мама, она намерена вернуться в анапский роддом и, возможно, еще не раз. Долгожданный первенец в семье Татьяны и Дмитрия Аппозиди появился на свет утром. Говорят, в это время суток рождаются талантливые люди. Малыш здоров и большего пока для мамы не надо. Рост малыша 48 сантиметров, вес 3 килограмма 150 граммов. Роды прошли благополучно, без осложнений для мамы и для малыша. Чувствуют они себя отлично. Маме мы желаем здоровья, успехов в воспитании малыша, благополучия в семье, терпения побольше. Молодая семья живет в Витязево. Кстати, бабушка новорожденного, сама медик, заведующая терапевтическим отделением горбольницы Анастасия Заралиди. Поэтому присматривать за развитием внука будет с профессиональной точки зрения. Уже в начале следующей недели Татьяна с малышом будут дома. Привет. Жду, пока выпишут. Поскорее домой хочу. К нему. И чтобы он увидел скорее. Соскучились? Конечно. Уже невозможно. Ребеночек тоже, видите, соскучился. Молодая мама старается не загадывать, но уверена, в роддом она еще придет за братиком или сестренкой для своего первенца. Мы желаем здоровья маме и малышу. Родители первого новорожденного в день города получили поздравления не только от родственников и друзей. Их в буквальном смысле поздравляла вся Анапа. На сцене городского театра новоиспеченному отцу вручили подарки. Кроме того, заслуженные награды получили жители курорта практически из всех отраслей. Честовали в этот вечер и победители конкурсов на самый уютный дворик и лучшее территориальное общественное самоуправление. Тех, у кого, как говорят они сами, болит душа за свою улицу, поселок. А если сложить все вместе, то и весь муниципалитет. На театральной площади для горожан и гостей пела группа «Белый Орел». С зажигательной программы выступили анапские коллективы. Привет! Жду, пока выпьешь. Поскорее на муниципалитет. Так впервые счастливый отец увидел первенца. Для самого маленького на тот момент анапчанина приготовили подарки. Честовали на главной сцене и молодоженов, зарегистрировавших свой брак в день города. Они также получили подарки, а невеста в свою очередь бросила букет в зал. Его поймала анапчанка Илона Машковская. Я, честно говоря, никогда в жизни не ловила букеты. Я действительно не замужем. И для меня это очень большой подарок, сюрприз. Я надеюсь, что это все будет все. И что я сегодня оказалась на этом празднике, и это будет действительно огромным результатом для меня. Илона пришла на праздник с мамой. Она заняла третье место на городском конкурсе «Самый уютный дворик». В семье очень любят выращивать цветы. Благодаря таким увлеченным людям город становится все краше. Здесь же наградили лучших представителей территориального общественного самоуправления. Всех тех, у кого в прямом смысле душа болит за благоустройство, озеленение и чистоту в итоге за все. Я родилась в этом городе, жила, росла, работала, ушла сейчас на пенсию. Я просто хочу, чтобы все были счастливые, чтобы было жилось хорошо в нашем городе, в нашем поселке. И поэтому, знаете, самая главная моя цель, это прежде всего, наверное, объединить людей. Чтобы они любили свое место, где живут. Это первая моя цель. Марине Цыбак вручили медаль за выдающийся вклад в развитие города-курорта. Среди награжденных также директор филиала Московского педагогического госуниверситета Елена Некрасова. Конечно, мы мечтаем о процветании нашего города, о том, чтобы нам в городе жилось комфортно, хорошо, чтобы над городом было мирное небо. Но то, что мы любим свой город, это несомненно. Все, кто проживает в Анапе, это истинные патриоты Анапы, которые не променяют свой любимый маленький курортный город ни на какие города мира. В этот день вручали медали 80 лет Краснодарскому краю и 225 лет со дня освоения казаками кубанских земель, а также имя Кубани. Среди награжденных ветераны локальных конфликтов, аграрии, работники культуры и предприниматели, те, кто сегодня является движущей силой развития города-курорта. Город-курорт Анапа – это наш дом, в котором мы все с вами живем. И вместе с вами здесь стремимся к тому, чтобы его сделать лучше, краше. Такое тяжелое и нелегкое время, мы все сплочены и находимся вместе с вами, будем продолжать нашу работу для того, чтобы наш город простал и становился лучше. Я, цветущий, поздравляю вас с праздником, вам всем удачи, в семье, дома, всего самого хорошего, с большой любовью к городу Анапе. В День города принято подводить итоги, в первую очередь курортного сезона. Георгий Сингеров, директор санатория «Аквамарин», один из тех, кто стал почетным гражданином города-курорта. По его мнению, Анапа продолжает развиваться как детский семейный курорт федерального значения, но требуется уделять больше внимания главным ресурсам – морю и пляжам. Я очень надеюсь, что сегодня пришли те люди, которые очень сильно выровняют, если говорить о курорте, положение с морем, с пляжами, а в остальном все в Анапе, все хорошо, развитие курорта идет. Как упоительный в России вечера, вот шампанское закаты в берегу. На театральной площади упоительным анапским вечером курортный сезон закрывали выступлением группы «Белый орел», потому что нельзя быть красивой такой, то же пели всей площадью, возможно, подразумевая и Анапу. Затем на сцене в буквальном смысле зажгли местные коллективы, а лето проводили салютом и латиноамериканскими ритмами. Вместе с тем, городообразующие санатории продолжают принимать пациентов. В межсезонье снижаются цены на аренду недвижимости. В Анапу приедут те, кто любит дышать свежим морским воздухом. В городе-курорте стартовал третий фестиваль колокольного звона «Благовесту моря». Его география постоянно расширяется, а число участников растет. Звонари встречаются, чтобы обменяться опытом и показать все возможности по своему уникальному инструменту. Когда концерт был в самом разгаре, начался дождь, однако отвагу проявили как звонари, так и зрители. Это Троицкий звон, своеобразная визитная карточка Троицко-Сергиевой лавры, мужского монастыря, основанного в XIV веке Сергием Радонежским в 70 километрах от Москвы. Если на первом фестивале было 15 участников, то в этом году уже 24 звонари приехали в Анапу, чтобы обменяться опытом, просто пообщаться. Каждый звонарь получил благословение на участие в фестивале и имеет возможность проявить свои авторские способности звонаря наряду с тем, что придерживаясь канонических звонов во время благослужения. Колокольный звон – неотъемлемая часть благослужения, но тем не менее каждый звонарь в своей колокольной звонит по-своему. Один и тот же звон никогда не повторяется абсолютно одинаково. В любом случае это элемент импровизации, тем не менее придерживаясь определенной формы, и звон складывается из ритма, темпа и настроения. Партии колоколов в свою музыку включали Мусоргский, Чайковский и Римский Корсаков. Несмотря на дождь, на театральной площади собрались несколько сотен зрителей. Калина Филимонова из Москвы, музыкант по образованию, 30 лет назад решила стать звонарем, руководит ансамблем «Колокола России». Своё выступление они завершали, когда начался ливень. В том году мы были в Анапе, на первом, не на втором уже в Благоресте у моря, и замечательный был у нас концерт, и погода была изумительная. Любую погоду звонарь звонит на храме, на колокольне, невзирая на снег, на дождь, на ветер, мы всегда звоним. Поэтому только всех с праздником и только всем любви, добра. Некоторые любители колокольного звона приняли вызов погоды. Это может означать, что фестиваль интересен и вполне может стать одной из визитных карточек города-курорта. Моё село, моя судьба. 23 сентября юбилейную дату основания села торжественно отметили витязевцы. 180 лет назад небольшое поселение на берегу Черного моря получило официальный статус. Современная Витязева – настоящая курортная мека, любимая миллионами россиян место отдыха и родина очень дружных, гостеприимных и, безусловно, талантливых людей. Непогода многим помешала прийти на солдатский привал, но те, кто не усидел дома, вознагражден старицей. Яркое выступление оркестра Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штаменка – подарок витязевцам, как и полевая кухня, организованная местным хуторским казачьим обществом. Казаки живут на этой земле с момента основания поселения, живут дружно. Считается компактное поселение орехов, поселок Витязева, так, неофициально. И вот праздники, День независимости Греции, все отмечаем казаки и греки, даже вот сейчас у нас образовалось армянское общество, официально приобрело статус, и армяне мы с ними тоже дружно. Военная тема на праздники не случайна. Не в правилах витязевцев забывать тех, кому они обязаны мирным небом над головой. Мы с уважением, с любовью относимся к нашим предкам, к людям, которые воевали, которые отдали свои жизни, молодые. У нас, значит, на кладбище на Старом 35 человек, которые воевали, и их убиты были именно за Витязева. Они защищали село и погибли здесь. Может быть, их было и больше, но там вот на кладбище 35 человек. Я сегодня же и смотрел, и это сам попавмельно. Два офицера, старший лейтенант, лейтенант, остальные все рядовой состав. Эти 210 фамилий высечены на монументе благодаря стараниям Ивана Анастасовича. Местный военком дал только 46, остальные собирал в течение года. В архивах выспрашивая у селян и старожилов. Витязева сегодня говорит нам статистика – это 2600 домов, 9600 жителей. Но это зимой, летом тут туристическая Мекка. За эти годы Витязева превратилась из, будем говорить, аграрного населенного пункта в урорное село, которое встречает много гостей, встречает, провожает, всегда рады гостям. Поэтому хочется пожелать еще раз успехов всем жителям, гостям, которые к нам приезжают. Пожелать развития, в первую очередь, села, ну и, конечно, в целом города, курорта Анапа. Что привлекает сюда миллионы гостей? Ни для кого не секрет, что современная Витязева – это центр греческой культуры. Красивые традиции, вкуснейшее вино и статные греки. Они пришли сюда вместе с культурой. И это та культура, которая нас сегодня отмечает от всех этносов, живущих рядом с нами здесь, на этой благодатной Анапской земле. Мы дорожим этим. Мы стараемся эти ценности приумножать. Говорить о том молодому поколению, которое идет за нами. И я думаю, что молодое поколение с большим удовольствием будет нести, так сказать, флаг нашей национальной культуры в будущее. 180 лет отметили с настроением в окружении многочисленных друзей. По-другому здесь не принято. Поздравляем! Поздравляем! Анапа вновь принимает большой спорт. На этот раз на курорте развернулись велосипедные баталии. 21 регион принял участие в первенстве России среди юношей 15 и 16 лет. Это одна из самых трудных гонок. Маршрут проложен среди холмистой местности, поэтому до финиша добираются только самые выносливые. За экстремальной велогонкой следила наша съемочная группа. Точкой старта первенства России стала трасса возле хутора Куматырь. Перед заездом проверка техники, жеребьевка команд. 107 ребят более чем из двух десятков регионов получают последние инструктажи о правилах поведения на трассе во время заезда. Групповая горная гонка – это сложнейшее испытание. Велосипедистам придется преодолеть почти 80 километров. Сборная Краснодарского края также в числе участников. По крайней мере цель у нас такая, где-то в двадцаточки заехать, я имею в виду Краснодарский край, ну и доехать гонку. Гонка очень сложная гонка. По опыту прошлых лет, тут процентов 40 доезжает. А то бывает и 30-35 процентов всего доезжает. Потому что гонка тяжелая, тем более по такой погоде. Гонщики просто не выдерживают. В числе фаворитов – команда из Санкт-Петербурга. Несмотря на юный возраст, ребята – настоящие профессионалы, которые уже в этом спортивном сезоне показали отличные результаты. Но перед этим испытанием тренер команды от прогнозов воздерживается. Время покажет, кто сильнее, кто проворнее, кто умнее. Здесь много факторов, которые, ну и на чьей стороне удача будет. Все приготовления завершены, и вот он долгожданный старт. От Кумутыря маршрут гонки продолжится в станицу Натухаевскую. Там велосипедисты разворачиваются и едут до станицы Гастагаевская и разворачиваются вновь. И так три круга. На маршруте расположена контрольная точка. Если спортсмен отстает от общей группы более чем на три минуты, его снимают соревнований. Уже после первого проезда контрольной точки выбывает сразу восемь участников. После болезни болел долго. И потом выписали из больницы, приехал на сборы. Ну и результата нет, потому что не тренировался. Ну расстроился, да. Ну тренироваться надо больше. После повторного прохождения контрольной точки с дистанции сходят еще около 25 человек. Количество участников резко сокращается. Организаторы соревнований отмечают, велоспортом заниматься с каждым годом становится сложнее. В больших городах трассы перегружены транспортом, а в Анапе для этого есть все возможности. Большую помощь в проведении таких мероприятий оказывает администрация города-курорта. Помогает и местный спорткомитет, и администрация. Есть распоряжения главы. Есть большая помощь от комитета по физкультуре и спорту. В принципе, ГАИ у нас, ГАИ помогает, скорая помогает, в общем-то безопасность обеспечивает. Ну так как мы составляли план проведения безопасности дорожного движения, все пункты были соблюдены, для нас самое главное, мне как судья, это безопасность проведения этих соревнований. По итогам соревнований на первом месте Вячеслав Полозов из Санкт-Петербурга. На втором также житель Санкт-Петербурга Влас Шишкин. Замкнул тройку лидеров Юрий Бутряхин из Кемеровской области. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями «Финская» с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 26 сентября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Ночью прохладнее – 16 выше ноля. Ветер северо-восточный – от 10 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапокян» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма», прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога, УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.